Здесь у меня бьюти-блогер, как я на 9 минут внутри не делаю, извините. Девчонки, всем большой привет. Сегодня 15-е еще число, но я это вставлю в 16-е. На самое начало я сейчас жду, пока Дима приедет, чтобы он мне помог разобраться с айсдропом. Я тут пью молоко стаканами, просто у меня остались шарики тут от Вахаха. Я просто открыла, мне надо туда молоко и пью теперь так, вместе с шариками. Я тут еще с Джейком, сейчас покажу. Вот так вот улегся, со мной тусуется. Включила себе хрюши против сейчас, а до этого, блин, сейчас я успокоюсь. Я посмотрела свои несколько старых видео, да ела я. Я имею в виду те влоги, которые я записывала в 18-м году. И мне что-то так вообще, ух. Единственное, о чем я жалею, что я на целый год пропала. Позволила вот этой вот хрени стрессовой, которая происходила у меня в голове, победить меня. И просто выкинуть на целый год с моей колеи. Я знаю, что сейчас все нормально. Просто так укунулась на секундочку. В 18-й год. Даже... Где она вот только что открывала? Даже те видео, которые сняты... В каком году я начала снимать-то? Сейчас. Ну, в 18-м году я начала снимать. У меня первый ролик 12-го июля появился. Не знаю, там такая молодая. ну и мне кстати сейчас дают лет 17 кто меня видит вот девчонки особенно которую наши стажеры новые на работе они когда меня спрашивают но им всем по 18 19 вот в этом диапазоне кому-то 17 даже скоро 18 исполнится кому-то было 16 исполнил 17 когда видят меня а я когда говорю я уже в январе даже говорила что мне 24 потому что там три недели оставалось поэтому игры 24 как так я думала ровесница максимум лет 20 если бы да кабы вот ну в принципе наверное я согласна что я не выгляжу на свой возраст так по мне не скажешь что мне да через двадцать пятый год пошел на секундочку меня радует то что я не превращаюсь у меня началось у меня начались новые проблемы с цоканьем извиняюсь я поставить больше а вот так не делаю потому что мне само это уже раздражает я когда склеиваю кусочки я это замечаю на и вырезать не могу потому что у нас контекст суть потеряется кстати при русь на момент съемки у меня сегодня у мамы с папой праздник годовщина свадьбы так что я скоро буду звонить они уже празднуют пришла моя крестная я очень за них работе не наговорила мне очень нравится что я не превращаюсь в постоянную я бываю иногда да строгая там прям если надо я буду вести себя адекватно так как будто виду неадекватно но люблю поражать ночью поделать вот вот такой у меня характер я не люблю сидела тетю матью и у меня даже месяц сижу в кенгуру которую не зима подарил не абсолютно по кайфу типа я в этом вообще ничего такого не вижу есть девчонки которые в 21 уже начинают все я там взрослая вумен бизнес-вумен точнее все я вот одеты красивые все такое могу не знаю не моё это я люблю не знаю ржать угорать в компании какой-то быть постоянно мне этого не хватает я хочу чтобы была какая-то компания где могу поржать повеселиться я сейчас не говорю о каких-то выпивках клубах и всем таком просто не хватает вот такого вот просто поржать банально над каким-то приколами там не знаю то все что угодно подурачиться я обожаю дурачиться мне не с чем вот это обидно боюсь себя потерять вот что хотел сказать будешь потерять то который я была четыре года назад грустная какое-то начало девочки затяжное поэтому ладно встретимся уже на работе полный писейшин посмотрите вот что у нас была дезинфекция дезинфекция я одна что должна это буду все разобрать а у меня осталось 35 минут до открытия отстой ладно я сейчас ставлю телефон на зарядку сейчас это буду все разбирать ну так 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 Продолжение следует... 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 Вторую маску я выбрала тоже от Гарниера, питание бомба. Ладно, выглядит вот так вот. Она с кокосиком, тоже для сухой кожи. Из-за того, что я фанатею от сериала Эйфори, ну как фанатею, просто нравится, в принципе, как это всё там... Мне нравится то, как это снято, вот честно. Очень нравится, потому что там столько кусочков, вы даже себе представить не можете. Там, я не знаю, проворачивается целый сюжет, а прошло всего 4 минуты. Короче, я заказала вот такую вот фигнюшку. Здесь 4 цвета. Не знаю, насколько они качественные, в плане, как они должны смотреться на глазах. Надеюсь, я сейчас не сломаю это всё. А, блин, там, короче, всё заклеено. Ё-моё, я чуть не сломала коробку. Сейчас сделаем сводч. У меня первый раз такие штуки, чтобы вы понимали. Вау. Чтобы уметь этим краситься, было бы вообще прекрасно. Честно, я не знаю, какие они должны быть. Ну, типа, отличить хорошее от плохого, но... А вот эти выглядят вот так. Я даже не знаю, какое место выбирать для сводча. Ну, в общем, я думаю, вы видите, что они очень прикольные. Как-нибудь, значит, здесь... Вот ещё раз мальчик покажу. Здесь у меня бьюти-блогер, как... Прости, господи. Дальше... О, мне от Ланком кинули пробник. Как я поняла. Духи или туалетная вода? Попробуем. Ланком вроде хорошая кинула. Ну, как хорошая, такая... Прям хорошая. Очень хорошая. Какой-то... А, кстати, мне в золотом яблоке единственной-единственной не дали шоколадку киндер-сюрприз в подарок. Потому что все, кто были передо мной, им давали вот, пожалуйста, вот такая вот штука. Типа, а-ля открытка на день Валентина. А меня просто проигнорировали. Ну, я не стала говорить, а где у меня шоколадка? Просто, ну, короче, это не первый раз уже. И ладно, фиг. О-о-о-о! Офигеть! Мне в подарок дали две маски. Корейские маски. Мыдень Корея. Они мне подойдут вообще? Мне нужна именно для сухой кожи. Я это уже прочитала, потому что теперь у меня не две, а четыре маски. Класс. Ну, ничего. Дима тоже любит маски. Я всегда, когда беру, я всегда беру по две. Потому что одна Диме, одна мне. И самое интересное теперь. Я взяла два продукта от Шесейда. Выглядят они вот так вот. С этой маркой меня познакомила девчонка на работе. Потом я начала... У меня мама спросила про это. И я начала узнавать про вот эту марку более подробно. И все... Ну, ладно. Все те, кого я смотрела, и кто делал обзоры именно бьюти-блогеры на вот эту вот марку, все просто офигеть, как ее хвалили. В итоге я взяла тушь от Шесейда. Вот с такой вот кисточкой. Ммм, пахнет приятно тушь. И выглядит она вот так. Вау! Слышите? Сейчас. Ну, в общем, она очень клево закрывается. И очень красиво выглядит. Прям так эстетично. Классно. Здесь 8,5 грамм. По-моему, есть поменьше или побольше. Точно не помню. Цвет... Цвет... Цвет 01. Черный. Дальше, что я взяла, это Lancome. Вот он. Это для бровей. Гель для бровей. В оттенке 03. Фокусируй. Вот в оттенке 03. Выглядит она вот так вот. А, мое лицо. Как это делают? Выглядит она вот так. А тут уже так не защелкивается. И щеточка. Ну да, коричневый. Будет такая щетка странная. И вот такой вот. У нее. И вот такая вот у нее щеточка. Особо не пахнет, но это, наверное, и хорошо. Так. Убираем. И еще одна штучка от Shiseido. Это карандаш для стрелочек. Я все-таки хочу как-то, хотя бы иногда, все-таки рисовать в упаковке, кстати, такие клевые, смотрите. И хотя бы иногда делать стрелочки. Сам карандаш выглядит вот так. Вот, прикол в том, что у нее... Кстати, вот эту вот подводочку я увидела как раз-таки с обзора. И очень захотела попробовать, потому что сказали, что это очень удобно. Она очень тоненькая. Делаем сводч. Оно очень тонко рисует. Да, у меня такие сводчи. Ну, короче, очень тонко и очень ровно. Либо я не разбираюсь и говорю какую-то чепуху. Аккуратненько обратно. Ну, в общем, да, вот такие вот покупочки у меня получаются. Ватные диски. Вот такие вот блестяшки. Тушь для бровей, так скажем. Гель для бровей. Тушь для ресниц. И... Ой, да, и подводка для стрелочки. И все, в принципе, да. Больше я ничего не заказывала. Вот такие вот покупочки. Девчонки, времечка уже очень много. Мы сегодня закрылись пораньше. Где-то в 22.00. То есть гостей уже не было, поэтому можем закрыть. Смотрите, здесь двойка. Двойка — это мое любимое число. Оно уже у меня давно любимое. Где-то, наверное, с первого курса. Моя учеба — это значит где-то лет пять. Да. А может даже раньше. Может еще даже в одиннадцатом или десятом классе вот это начала двойку любить. И смотрите. Здесь какого-то был день рождения, и цифра два осталась. Короче, посмотрите, что я делала с маркетом. Сейчас камеру переверну. Зацените, как мило. Ну, у нас было пусто. Сейчас вставлю фотографию, как это выглядело до. То есть не было некоторых товаров. У нас сегодня привезли, как я уже сказала, вот эту и вот эту лапшичку. Плюс смотрите, что я нарисовала. Просто у нас была возможность с Андреем где-то минут ну, двадцать, наверное, точно, что гостей было не так много. И я сделала вот такие штучки. Кстати, много кто оценил. Я в гробу нашу скинула общего ресторана. Там ребятам понравилось. Это прикольно. Плюс я добавила вот это, вот это, вот это. Напитки поставила еще, потому что очень мало было всего, в принципе, товара здесь. И вот это тоже новое. Ну, которое, не то чтобы новое, а просто приехало сегодня. Вот. Ну, смотрится вроде не так пусто, но очень даже миленько. Все, собираемся. Я уже почти переоделась. Вот. Андрей тоже переодевается. Мы закрываемся. Я скидываю отчет, и все, можно выходить в метро. Кстати, я стичи наклеила. Это тоже один из подарков, который мне Дима подарила на 14 февраля. И еще. У меня началось лопаться стекло на экране на телефоне. Я не знаю, что это. У меня сейчас очень большая трещина. Именно стекла. Не экрана, а то стекло, которое наклеено. И мне это очень сильно не нравится, потому что я могу... Ну, оно неприятно, когда пальцем водишь. Короче, ладно. Кстати, как вам мои покупочки в золотом яблоке? Кого хватило на всю мою болтовню? Там сколько? Минут 8 точно. Кто пойдет метром? Под охраной. Все, девчонки, мы уже дома. Дима. Добрый вечер. Дамы и господа. Я сейчас буду склеивать кусочки. Вот. Надеюсь, видео будет недолгим. Я очень на это не есть, потому что время уже много. Сейчас скажу 0.02. Я очень хочу спать, потому что завтра мне надо будет... У меня привычка наглаживать. А Диме это не нравится. Дай я покажу. Ну все. Дай я покажу. Я вот так люблю делать. Вот так. Вот еще по голове могу. А Дима это напрягает. Потому что монотонные движения. Ладно. Я буду склеивать, потому что завтра я... Не знаю, как я завтра опять одна работаю. Ну только до трех. Да, до трех. Как и сегодня, в принципе. Но если будет такая же посадка, я не знаю, что у меня будет. Благо то, что завтра не надо будет все это открывать. И будет немного поспокойнее. Можно прийти попозже? Не, я не приду попозже. Не. Я не люблю опаздывать, кстати. Вот. Не люблю опаздывать. Вот. И я буду работать не до конца, потому что поеду на английский. Мне надо будет шпеть, сделать как-то еще английский. Короче, не знаю, что делать. Ладно, девчонки, всем до завтра или доброе утро. Смотрю, когда вы смотрите мой видос. Так что всем. Пока-пока. Пока.